Всем привет! И в этом видео я хочу с вами поделиться историей о том, как я попала в книгу New Fashion Illustration, которая вышла в декабре 2023 года, испанского издательства. 6 мая 2022 года мне написала редактор книги Анна Дей Сагири. Я пропустила, кстати, тогда ее письмо, и потом она позже еще раз напомнила о себе, и тогда уже я ответила на ее предложение. Она написала о том, что они готовят книгу о современном модной иллюстрации, и что они были бы рады включить мои работы в эту книгу. Она рассказала, что каждая глава книги будет содержать информацию о художнике, будет содержать информацию о его стиле, о его творчестве, о его карьере, и будет содержать несколько изображений работы художника. Кстати, если мы посмотрим немножко назад, то на самом деле не так много было таких каталогов, которые выпускались об модной иллюстрации, и некоторые из них я покажу. И самое последнее, это, конечно, то, что выпускает Фида, сборники. Но здесь немножко другой формат, потому что все-таки редакция сама выбрала иллюстраторов, которые бы представляли, которые бы отражали на сегодняшний день модную иллюстрацию. И они включили туда иллюстраторов, художников, современных художников, которые, на их взгляд, отражают тенденции модной иллюстрации. Если говорить о книгах для иллюстраторов, которые выходили из сборников, вот кроме сборника Фида еще выходила вот такая книга иллюстраторов, и здесь представлено 100 лучших иллюстраторов со всего мира. Если говорить о модных иллюстраторах, здесь есть Алина Гринпаука, здесь есть Лаура Лейн, и еще несколько модных иллюстраторов. Видите, иллюстратора, который про Шанель. Как раз он был включен в книгу об иллюстраторах моды. Тоже потрясающая книга, мне очень нравятся иллюстрации, как здесь выполнены. Они очень атмосферные, они в стиле фэшн, но при этом они отражают именно работу Шанель. Очень красивая книга, и думаю, в битеке каждого иллюстратора неплохо бы иметь такую книгу, просто даже как пример создания иллюстрации именно сюжетных. И есть еще одна книга, сейчас я ее покажу. В битеке есть еще одна книга, один сборник о фэшн иллюстраторах. Он выглядит так и называется «Иллюстрации сейчас». Здесь уже собраны только фэшн иллюстраторы, здесь есть немножко истории о фэшн иллюстрации, и потом представлены также главы об иллюстраторах, но здесь на самом деле очень немного, то есть больше идет как раз опять мы попали в нашего иллюстратора, и здесь как раз идут небольшие какие-то высказывания и сами иллюстрации. То есть здесь нет акцента именно на рассмотрение творческой карьеры и самого иллюстратора. А вот в книге, которая вышла сейчас о модной иллюстрации, там уже более подробно раскрыто о каждом иллюстраторе, о его творческом пути и о его стиле, и представленном уже иллюстрации. Такие книги полезно иметь в своей библиотеке даже для того, чтобы просто видеть разные стили, разные примеры подачи, которые можно использовать для своих работ. Потому что у каждого иллюстратора все равно бывает такой период, когда свой стиль надоедает, к нему уже очень сильно привыкаешь, и даже смотришь на какой-то образ, и ты уже понимаешь, как ты это изобразишь. И для того, чтобы вносить какие-то свежие идеи, для того, чтобы развивать свое творчество, иногда полезно вдохновляться работами своих коллег. Издательство предложило контракт, который я подписала, в котором дано разрешение размещать иллюстрации в книге. И также они предложили сразу несколько иллюстраций, которые бы они хотели разместить в книге. То есть они уже предварительно проанализировали мои работы в социальных сетях. И я еще раз повторю, что очень важно постоянно работать, постоянно быть активными и постоянно стараться делать хорошие работы. Потому что даже те работы, которые вошли в книгу, некоторые из них сейчас находятся в галерее Кит Галери, некоторые из них находятся в шоу-студии, но, тем не менее, некоторые из них были сделаны просто лично для меня, и они вошли в книгу. И мне это очень приятно. Еще в самом начале своего пути я поняла, что очень важно рисовать каждую работу с таким настроем, что эта работа может быть продана, что эта работа может быть выставлена. То есть стараться сделать это максимально хорошо. Я заполнила документы и отправила редактору. И это было в мае 2022 года, и это было достаточно давно. А кажется, что это было совсем недавно. После этого она сказала, что они выпустят книгу в 2023 году, и мне будет предоставлен экземпляр данной книги. И практически до ноября 2023 года они со мной никак не связывались, и они не отправляли меня на согласование текст или верстку страниц. И я случайно увидела анонс данной книги на Амазон, и там я увидела свое имя. Я написала редактору и попросила о возможности отправить мне экземпляр книги, и они, конечно, согласились, но спустя две недели они сказали, что у них возникли проблемы с отправкой книг именно в Россию. Поэтому мы с ними договорились о том, что они сделают хорошие фотографии, именно с разворотов страниц с моей книги. И они действительно их сделали. Ближайшие уже буквально один или два дня и отправили мне. И мне очень приятно, что они пошли навстречу, то есть они не стали игнорировать мою просьбу, и сделали для меня фотографии страниц с моими иллюстрациями. Некоторые из работ были созданы достаточно давно относительно публикации книги. Еще раз повторюсь, для меня это тот такой урок, что важно подходить к каждой работе с сложением силы и пониманием того, что она может сыграть одну из ключевых ролей в вашей карьере, в карьере иллюстратора или художника. Я сравниваю это точно так же с тем моментом, когда я очень хотела рисовать для ВОК, и я помню, что я себе дала такую установку, что рисую каждую работу, я буду подходить так, как будто бы если бы эта работа была заказана журналом ВОК. И действительно, это было где-то в июне, спустя несколько месяцев в октябре ко мне обратился ВОК Тайвань, и я уже создавала для них иллюстрации. И поэтому я уверена, что такой подход действительно работает, когда ты действительно влаживаешь силы, влаживаешь энергию, влаживаешь свой труд. Это действительно всегда отражается потом и в коммерческой работе. Если говорить о том, что для меня значит попасть в книгу, мне очень приятно, что эта книга останется всё равно в истории, модной иллюстрации, и что я буду тоже частью этой истории. Мне очень приятно, что в этой книге опубликованы такие мастера модной иллюстрации, как Билл Донован, как Нонаду Коста и другие. И книга сейчас доступна на Амазон. Это видео я записала как часть своего видеодневника о своём творческом пути. Да, бывает сложно, да, бывает очень трудно, но я не жалею о том, что я иду по своему выбранному пути, потому что я считаю, что работа, она неразрывно связана с жизнью. Мы большую часть времени проводим на работе, и для меня уже моё творчество, оно стало просто частью моей жизни. Я желаю каждому человеку найти вот то дело, найти тот путь, за которым он может зацепиться, за которым он может жить и которым он может развивать. Чтобы в жизни человека не было разделения отдельно работы и отдельно жизни. Когда человек большую часть проводит на работе, как будто он в какой-то ссылке, и всего лишь некоторое время выходные живёт как какое-то чувство свободы. Я желаю каждому найти своё дело, которое будет частью жизни, и которому он будет болеть, которое он будет проживать, и которое будет его мотивировать, которое будет его вдохновлять, и будет придавать энергию, чтобы постоянно видеть его будущее и двигаться вперёд. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите мои видео. Мне очень приятно с вами делиться своими творческими успехами. Мне приятно видеть успехи своих студентов, которые учатся в моей школе. Спасибо за просмотр этого видео. Всех обнимаю и до скорой встречи.